Здравствуйте, друзья! Вот, кажется, и к нам пришла зима. Прогноз обещает сегодня зимой минус 9, а завтра минус 10 градусов. И мы переживаем за нашу хурму. И я решила вам показать, как дело у нас обстоит с хурмой. Вот, посмотрите, вы, может, кто смотрел уже, кто первый раз, вот только была вот эта веточка. Боковых ветвей не было. Вот это прирост, сорт называется хурма виргинская. Мы утеплили немножко ее вот таким опадом различным, корневую систему. И будем сейчас утеплять полностью крону. Но это, я покажу вам, это дичка, хурма виргинская, первый саженец. Покупали мы 4 сорта. Два сорта виргинская, сосновская, никитская и россиянка. Ну вот сейчас пойдем к следующему сорту. Никитская, вы, если помните, он крученый панеч на него накрутився. Никитская была вот только две почки, вот так с двух почек, или это с одной почки. Пошло две ветки, больше почек живых не было. Но вот такой вот прирост, это хурма Никитская. Почки, как я смотрю, живые. Вот ветки живые. У нас еще морозов не было. Ниже минус 3, не опускался мороз. Из привитых наших саженцев, Никитская, Сосновская и Россиянка. Россиянка развился лучше всего. Здесь три веточки. Также смотрю, почки живые, растения живые. Ничего ему до минус 3 не случилось. А дальше посмотрим. Идем теперь к Виргинской. Это второй саженец. У нас Виргинская хурма, дичка. Здесь плоды мелкие. Тоже он вырос лучше всего. Мы купили его самым крупным саженцем. Он был самый длинный. Так он лучше всего и развился. Этот сорт у нас Сосновская. Также был прирост только одна веточка. Здесь вот 1, 2, 3, 4, 5. 5 веточек маленьких выросло. Вот так она выросла у нас за лето. Вот, друзья, как я буду утеплять. Опыта у нас еще нет. Мы его только в этом году все саженцы хурмы посадили. Живем, мы, напомню, в Украине одесская. Область. Я вот сделала вот такие вот. Мы с мужем сделали вот такие вот маты из камыша. Ссылочка будет под видео в описании, если вам интересно, как мы делали. Здесь не надо ни станка, только камыш и нитки. Веточки вот эти я вот так буду убирать. Вот. И... Забили колышек посередине, чтобы не падало, ветром не сдуло. Да, посередине муж сделал колышек. Вот так мы его укутаем. И еще сверху у нас есть бэушное агрополотно. И еще сверху мы укроем агрополотном. Вот таким образом потом уже остальные муж мне поможет. Я просто на одном вам покажу. Я здесь корневую систему, как вы видите, опадом утеплила. И вот надеюсь, что вот так при нашей зиме наши саженцы заверевлю я его веревочкой. Вот таким образом. И надеюсь, что при нашей зиме саженцы доживут до весны. А если будет уже там минус 20, больше, я думаю, можно будет еще чем-то утеплить. Или сахарный мешок, или... Или если вы уже посадили саженцы такие, и уже имеете опыт, поделитесь с нами, как вы утепляете вот такую... Вот такие саженцы. Если будут плюс 20, потому что у нас зима непредсказуемая, может и такое быть, то мы его, конечно, раскутаем. Чтобы не... Ну вот, друзья, утеплили... Мы один саженец показали вам, как мы его утеплили. Сейчас мы еще утеплим 4 саженца. До свидания. Подписывайтесь. Пока. Пока.